всем привет в этом видео я хочу показать некоторые узоры прессовые с ручным разбором игл иногда бывает такое что я когда вяжу какие-то изделия и мне хочется просто перезагрузиться немножко уйти в другую сторону разгрузиться и потом заново войти в работу и вот как я уже говорила как мы связали широкие штаны зеленые я планирую еще комплект к этому изделию связать поэтому вот таким моментом то есть и цветовую гамму изменить чтобы глаза так немножко глаз немножко по-другому воспринимал цвета ну и потом чтобы с большими силами я смогла приступить уже к созданию следующего изделия что хочу сказать по поводу прессового вообще плетения у нас есть и на перфокартах и в машине электронных есть узоры с с прессовыми плите с прессовым переплетением но также интересно как бы создавать свои узоры и самим для чего иногда это нужно я считаю что это нужно для там для понятия как же вяжется вообще сам прессовый узор за счет чего и если вы попробуете допустим возьмете какой-то узор начнете его делать и потом вы в процессе будете его модифицировать то есть у вас получатся вот вот как сейчас я провязала я начала совершенно с другого узора и в процессе я уже начала что-то придумывать свое добавлять подумать а вдруг а вот так вот а если вот так сделать ну и хочу показать несколько видов которые вот мне понравились которые мы можем в принципе на использовать в наших изделиях и при этом но немножко наверное расслабиться потому что это скажем так и на и занимательный процесс вот что по поводу этого узора начало этого узора я уже как видите уже провязала начинать этот узор нужно просто ну там выбрать какую нить и первую начнете с которой нити и провязать ну два ряда например ну то есть это все по желанию индивидуально вот как вы хотите начать вообще узор сам когда мы вот допустим мы взяли голубую нить и просто провязали два ряда не выставляя в переднее нерабочее положение иглы это я уже просто продолжаю поэтому я вам рассказываю так потом чтобы формировался у нас узор он прессовый узор формируется за счет накидов накидов а потом когда пару рядов там 23 но обычно через 24 вот так 6 насколько позволяет нить сделать накидов потом провязывается полностью эти ряды да мы меняем иглы ставим их в рабочее положение так вот вот этот узор да когда мы провязали просто обычной гладью 2 ряда мы должны поставить на каретке на нашей справа и слева справа и слева рычажки ой рычажки частичное вязание положение 1 то есть что это значит когда мы будем вязать с вами то есть когда иглы будут настоять в переднем нерабочем положении почему они сейчас называются передние нерабочие потому что при включенных рычажках это уже эти уже иглы стоят в переднем нерабочем положении они провязываться не будут будут на них формироваться накиды но вот сейчас мы посмотрим но мне сейчас надо по моему рисунку поменять нить но еще по своему рисунку я придумала вот что хотя изначально рисунок тот с которого я брала там не не так идет схема но потом процессе как я говорю уже вязание я подумала что так будет удобнее и красивее значит мы сейчас выдвигаем соседнюю иглу а это задвигаем в рабочее состояние соседнюю выдвигаем эту задвигаем соседнюю выдвигаем это задвигаем вот и при таком раскладе мы с вами никогда не потеряемся в схеме сейчас я поменяю нить на желтый цвет и смотрите у нас остается иглы не провязаны те которые у меня стояли в переднем нерабочем положении а те которые я задвинула они провязались и стали вот ровненько со всеми вместе в рабочее положение сейчас я провяжу то есть один раз мы ряд провязали и сейчас провязываем еще три ряда можно в принципе попробовать и 6 рядов провязать но я боюсь что тут толстовато нить и не сильно оттяжка у меня что у меня вот эти крайне могут сбрасываться потом что дальше я делаю четыре ряда мы провязали желтой ниткой дальше я формирую свой рисунок прессовый край следующую иглу я выставляю в передние нерабочие это задвигая в рабочие передние нерабочие это задвигаю в рабочие и по рисунку меняю ниточку на голубой цвет голубой цвет и вяжем 4 ряда один раз один ряд провязали 3 это 3 будет а вот это 4 и так далее по рисунку вот такой вот интересный и простой рисунок у нас получается сейчас я довяжу и покажу как она будет смотреться с лицевой стороны и еще один хочу показать интересный рисунок прессовый значит выдвигаем я беру всегда ориентируясь по циферкам на игольнице и где . выдвигаю где единичка . по моему . 0 то есть . и число . и число это не будем и и и мы должны провязать голубенькой ниточкой . мы должны провязать 4 ряда дальше мы задвигаем наши иголочки в рабочее положение меняем ниточку на желтый цвет или на другой который у нас есть и провязываем 4 ряда сейчас мы опять в тех же местах выдвигаем в переднее нерабочее положение не рабочее положение иголочки это не трогаем меняем меняем цвет нити и провязываем 4 ряда и вот так чередуем цвета и нашу схему по рисунку сейчас мы задвигаем и провязываем желтой нитью также хочу предложить и посоветовать использовать разное количество цветов при формировании данного рисунка и сейчас мы на примере это все посмотрим выдвигаем иглы в переднее нерабочее положение при этом у нас рычажки частично должны стоять в положении 1 и провязываем красный в данный момент у меня красная пряжа красного цвета 4 ряда дальше мы задвигаем в рабочее положение а рядышком выдвигаем соседние можете брать с любой стороны я просто выбрала с этой стороны то есть у меня будет рисунок уходить в эту сторону также можно сделать выдвигать вот такие вот эти с этой стороны иглы выдвинула меняю нить и вяжу 4 ряда другой уже другого цвета так пока говорю сейчас еще провяжу много раз так и добавим третью нить опять задвигаем эти иголочки в рабочее положение и рядышком выдвигаем вне рабочее положение и добавляем третью нить можно так и добавить четвертую пятую попробуйте вязать прессовые такие рисунки во первых вы отвлечетесь немножечко перезагрузитесь переключитесь ну и может быть придумайте какой-то свой рисунок и сейчас мы повторим второй рисунок в три цвета подвигаем переднее нерабочее положение нашей иголочки по меточкам получается что при моей схеме через четыре выдвигаются и белой ниточкой провязываем 4 ряда потом ставим иглы в рабочее положение берем цвета фона нить и провязываем 4 ряда также можно сделать шахматном порядке только надо посмотреть получится ли у нас у нас если бы было бы пять на один тогда получилось а так не получится будем продолжать ну по обычной схеме по нашей выдвигаем если бы у нас было бы вот не 4 а 5 мы бы смогли бы выдвинуть ну в шахматном порядке выстроить нашу схему а при данном раскладе у нас не получится поэтому будем вот так вот делать но сейчас попробуем сначала этот провяжем возьмем другого цвета нить и провяжем 4 ряда опять задвигаем мы эти иголочки в рабочее положение возьмем опять цвета фона нить и провяжем 4 ряда так можно брать любые ниточки любое количество цвета цветов так сейчас выдвигаем опять так вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...